Недавно я опубликовал видео под названием «Самогонный аппарат Менделеев. Тест второй перегонки». И очень многие зрители выразили критические замечания по поводу данного видео. Я понял, что здесь, в этом случае, моя ошибка состояла в том, что зрители не знают, как я тестирую самогонные аппараты. Поэтому, на мой взгляд, пришло время раскрыть карты. И если будут дальше такие же комментарии критические, я просто буду давать ссылку на данное видео. Поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Значит, все замечания сводились к тому, что я во время второй перегонки не использовал дефлегматор. Значит, замечания или комментарии критические разделяются на два типа. Ну, первый тип, который можно охарактеризовать одной армейской мудростью «все говно и всем подстричься» – это комментарии хейтеров. Я на них зацикливаться не буду и обращать внимание тоже. Однако, другая категория комментариев на эту тему была аргументирована, как бы, и общую мысль выразил Федор Федоров. Вот что он написал. «Для того, чтобы нагадить производителю, много не надо, но вам это удалось. Как я понял, использование дефлегматора в данной модели невозможно. Точнее, что он есть, что нет – без разницы. Короче, колонна не работает». Сказано это было вот об этом аппарате Менделеев. И данный комментарий отражает, в общем-то, суть многих комментариев, которые были составлены в разном тоне, но суть у них была одна и та же. Давайте теперь я раскрою карты, и мы с вами, уважаемые зрители, настроимся на одну волну, чтобы вы понимали, как я делаю обзор самогонных аппаратов, которые попадают мне на тестирование. Значит, давайте с вами сразу это дело решим. Значит, когда ко мне попадает самогонный аппарат на тестирование, я делаю несколько видео. Первое видео – это, как правило, распаковка и обзор. Второе – это первая перегонка без отбора голов и хвостов. Третье – вторая перегонка – дистилляция. Если есть возможность у аппарата, идет четвертое видео. Вторая перегонка – ректификация, то есть с использованием дефлегматора. И пятое – опыт пользования данным аппаратом и уже отзыв непосредственно о данном аппарате. Другими словами, до моего конкретного отзыва и моего мнения пройдет порядка пяти видео. Все тестирование проходит по таблице, которую я составил на основании ваших комментариев, ваших запросов. Вот эта таблица, уважаемые зрители, примерно так она выглядит. Это только ее часть. Значит, вообще в ней вопросов и критериев оценки, или отзыва, если хотите, порядка тридцати. И тестирование идет, отвечая на эти вопросы. Однако, само тестирование я осуществляю на основании инструкции производителя. То есть, производитель написал инструкцию, я четко по ней работаю. А зрители написали вопросы. И я во время тестирования отвечаю на вопросы зрителей. Таким образом, все интересы сторон учтены. И, на мой взгляд, это неплохо. Значит, таблица на сегодняшний день насчитывает порядка трех аппаратов. Я думаю, что когда там будет 10-15 штук, я ее вообще как-то постараюсь опубликовать. У меня вообще была задумка опубликовать ее в книге, которую я собираюсь написать. Но, к сожалению, поскольку я до сих пор не засел и не сделал даже первую страницу этой книги, наверное, это будет достаточно долго. Поэтому, если таблица родится раньше, я ее как-то опубликую и сделаю так, чтобы она была в доступе для зрителей нашего канала. Там будут и ценовые, так сказать, критерии любого самогонного аппарата, который был у меня натестированный. Там же будет ссылка на производители этих самогонных аппаратов. И, конечно, ответы на все вот эти критерии, о которых я говорил чуть раньше. Но вернемся, теперь вообще канва как бы понятна. То есть, когда зритель, не досмотрев серию видео, допустим, про аппарат Менделеев, делает какой-то вывод поспешный, и это не совсем правильно, уважаемые зрители. Вернемся к этому аппарату Менделеев. Берем инструкцию Менделеева. И смотрим комплектацию, перед использованием приступаем к перегонке. Так вот, вот идет режим дистилляция. Если вы внимательно посмотрите на картинку, мой аппарат был подключен именно так, как указано в инструкции производителя аппарата Менделеев. И это видео уже снято. Вторая перегонка. Далее идем. Следующий режим. Режим ректификация. И вот как раз в этом режиме подключен дефлегматор. Но это видео я не снимал. Зато критические замечания я уже получил. Так что, возвращаясь к аппарату Менделеев, режим дистилляции я провел и забегая вперед, хочу сказать, что получил достаточно хороший, если не сказать прекрасный самогон, с прекрасной органолептикой, недостаток которого составил только то, что скорость его поглощения была выше запланированной. Поэтому я даже выпить не могу и показать вам этот самогон тоже не могу. Так что, если кого вас заинтересовал данная пара, ссылочку я оставлю в описании, чтобы получить скидку, скажете, что вы от самогон Саныча. Но, поскольку до последнего, пятого пункта, опыт использования и отзыв, я еще не дошел, мне еще надо два видео снять, как вы поняли, и ректификация, и опыт использования, своего мнения я пока говорить не могу. Прошу это учесть, уважаемые зрители. Хотелось бы, чтобы мы были с вами на одной волне, и чтобы у нас было полное взаимопонимание. Вот и все, что я хотел сказать сегодня. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, критические в том числе. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей!